Добрый день. Министерство обороны Российской Федерации постоянно отслеживает и фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в мире, отмечается значительное увеличение количества мероприятий боевой учебы войск Альянса, имеющих явную антироссийскую направленность. Наиболее крупными из них явилась серия учений «Защитник Европы-2020». Напомню, что в ходе них предусматривалась переброска с континентальной части США в Европу контингента американских войск. В учениях американская страна планировала задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск от объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, привлечь 5 многонациональных объединений. Необходимо отметить, что направленность учений носит явный антироссийский характер. Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации. Для подготовки к защитнику Европы 2020 предпринимались попытки обхода положений венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств. В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлен полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации Б-1Б вдоль полуострова Камчатка. А в мае зафиксировано уже пять подобных полетов. 6 мая на территории Эстонии и акватории Балтийского моря, 11 мая на территории Литвы и акватории Балтийского моря, 20 мая на территориями Швеции и Норвегии, 22 мая еще один полет в районе полуострова Камчатка, 29 мая на территории Украины и акватории Черного моря. Следует отметить, что бомбардировщики Б-1Б появились над Украиной впервые. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров. Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. Было выполнено 7 подъемов дежурных истребителей по противовоздушной обороне. В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства. Активизируется деятельность НАТО в Арктике. Впервые с момента окончания Холодной войны, накануне празднования 75-летия победы над фашистской Германией, в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей, объединенных военно-морских сил НАТО. В его состав входили три американских эсминца УРО, являющихся основой морского компонента европейского сегмента глобальной американской системы ПРО. Кроме того, в данном походе задействовалась атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения военно-морских сил США, а также фрегат УРО ВМС Великобритании. В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская страна в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море. Активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием. Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало нашу решимость к защите своих интересов в Арктике. Повысилась также интенсивность ведения воздушной разведки в акваториях Балтийского, Черного и Восточной части Средиземного морей. За прошедший месяц над Балтикой выполнено 10 полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем – 6. Зафиксированы американские стратегические разведывательные беспилотные аппараты РКЮ-4Б над территорией Грузии. Над Восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа «Посейдон» систематически приближаются к российским военным базам в Хмимиме и Тартусе. Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий мы вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. Если в апреле таких случаев было 7, то в мае уже 17, то есть увеличилось более чем в два раза. Расцениваем такие полеты, как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой о российской агрессии, продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе. Значительное повышение военной активности НАТО у наших границ отмечалось на фоне возможного выхода американцев из договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов по разрушению договора о РСМД. Продолжается работа по наращиванию инфраструктуры ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет «Томахок», сохраняются. Кроме того, для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории продолжается модернизация радиолокационной станции «Глобус-3» в Северной Норвегии, в населенном пункте Вартио. В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО. Сегодня, когда в мире усилия сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, необходимо снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы. В ходе двусторонних контактов высокого уровня с руководством НАТО мы неоднократно обсуждали вопросы предотвращения инцидентов в военной сфере и снижения интенсивности мероприятий подготовки войск, проводимых вблизи наших границ. Только в 19-20-х годах они поднимались начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генералом армии Герасимовым, на переговорах с Верховными главнокомандующими УВС НАТО генералом Скопороти и генералом Уолтерсом, председателями Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Данфордом и генералом Мили, председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации Пичем. В феврале текущего года на встрече с Верховным главнокомандующим УВС НАТО генералом Уолтерсом российская сторона в очередной раз напомнила о нашей инициативе по переносию районов проведения крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки вглубь территории приграничных стран. Все наши предложения по снижению военной напряженности и предотвращению инцидентов были изложены в письме министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова, генеральному секретарю НАТО Столтенбергу. Фактически наши предложения проигнорированы. Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО. Вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках СКШУ «Кавказ-2020». В дальнейшем готовы корректировки районов учений на паритетной с альянсом основе. В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей. Принципиальное значение уделяем практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике. Рассчитываем на готовность стран НАТО конкретным решениям по этому вопросу. Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено отслеживание обстановки военной деятельности блока у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность Российской Федерации и предотвращение инцидентов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok